Гагарина 44. Трубы, проложенные еще в 80-х, свои отслужили. Настал черед новых. Теплоэнергетики говорят, без недочетов не обошлось. Но все изъяны уже устранены. Сегодня комиссия отрабатывается, замечаний нет. Закрываем объекты, готовы обратной засыпки и раздачи. Чуть дальше по той же улице ремонт еще в самом разгаре. Меняют четыре 40-метровых трубы 92-го года. По горячей воде мы сегодня работы завершим. Горячую воду подадим. Но если управляющий будет готов к приему, возможно, какие-то работы внутри ведутся. Вообще работы здесь планируем завершить до воскресенья. В понедельник будем сдавать в комитет городского хозяйства. Участок после этого будем закрывать его. На оба участка, уверяют, можно будет не возвращаться еще несколько десятков лет. На сегодня у нас на источниках достаточно тепла для того, чтобы была нормальная, комфортная температура у наших жителей в квартирах. Но это тепло необходимо доставить до каждой квартиры. И поэтому вся задача у нас сегодня именно отрегулировать таким образом работу теплосети, чтобы именно тепло, которое вырабатывается на наших источниках, доходило до каждой квартиры. А здесь уже роль играет управляющая компания Пушкина-16. Этим трубам в подвале около четверти века не менялись ни разу. Поэтому из-за толстого слоя ржавчины вмещали гораздо меньше горячей воды, чем могли бы. Отсюда и теплопотери. На данном доме мы заменили трубопроводы, систему отопления, заменили запорную мотору, контрольно-измерительные приборы. Осталось лишь изолировать трубы или, проще говоря, обмотать утеплителем. Разбитые стёкла тоже поменяют, как-никак отеплее станет. Что касается сетей, в годовом плане ТГК ремонт 12 километров теплотрасс. Сегодня в Улан-Удэ ремонт ведётся на 12 участках, в том числе на магистральных сетях. Содном Ирдынеев, Инесса Дондукова, Виктор Горновской. Новости дня.